Здравствуйте! Вы смотрите тему недели в студии Татьяна Козырева. На этой неделе Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% пункт с 12,5% до 11,5%. Станут ли в связи с этим ипотечные кредиты в банках более доступными? Смотрите в этом выпуске. В 2015 году Центробанк уже трижды снижал ключевую ставку. В начале февраля она была уменьшена с 17 до 15% годовых, в марте с 15 до 14, а в мае с 14 до 12,5%. Постепенно с начала года снижали ипотечные ставки и банки. Например, в декабре-январе ипотеку на квартиру на вторичном рынке можно было взять под 20% и даже выше. Сейчас эта цифра в некоторых банках достигает 13,5%. Понижение ключевой ставки предсказывали многие эксперты. Станет ли в связи с этим ипотека еще дешевле? Мы поинтересовались в банках. Решение об изменении ставки принимается на уровне главного офиса банка. На предыдущие изменения ставки мы отреагировали оперативно. Думаю, что и сейчас можно ожидать адекватного ответа. Пока у нас ставки остались на прежнем уровне, потому что у нас снизились в самом начале идеи. Сказали, что мы их завтра снизим? Нет, не снизим, наверное, но я думаю месяц-полтора где-то на таком горизонте. В первом ипотечном агентстве нам сказали, что банки обычно не очень оперативно реагируют на понижение ключевой ставки. Кроме этого, Сергей Топорников отметил, что снижение ипотечных ставок в банках не всегда равняется снижению ключевой ставки. Вероятнее всего, для потребителей жилищные займы станут дешевле лишь на полпроцента. Ждут снижение ипотечных ставок от банков и строительные компании, которые работают по схеме ЖСК. Ведь они не являются участниками госпрограммы по субсидированию ипотеки. Не секрет, что до кризиса, когда ставка была приемлема, процентов 35-40 это все-таки ипотечные сделки. Сейчас можно констатировать, что это процентов 20-25 процентов максимум. То есть ровно в половину застройщик недополучает потребителей, которые приобретают с помощью ипотечных программ. То есть безусловно мы рассчитываем на то, что процент ипотечных сделок будет выше. Когда Центробанк может еще пойти на снижение ключевой ставки, пока никто прогнозировать не берется. Между тем, председатель главного финансового института страны Эльвира Набиулина заявила, что снижение ключевой ставки продолжится и в дальнейшем, но уже не такими быстрыми темпами. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 31 июля 2015 года. Вы смотрели тему недели. Я Татьяна Козырева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин